Злой бог-создатель и выходы за пределы сознания Автор, художник, поэт и философ Уильям Блейк Ветхие днями, великий архитектор Как и полагается истинному художнику, немалую часть жизни Уильям Блейк прожил на грани бедности А как всякий приличный поэт, он был практически неизвестен своим современникам Гравюр по профессии и философ по натуре Этот человек создал из своего многочисленного творчества целую мифологию Сегодня Блейк это мощная, загадочная фигура в искусстве Не менее загадочная и могущественная, чем одно из его самых известных произведений Гравюра Ветхий днями, более знакомая многим из вас под названием Великий Архитектор Так кто же вы, мистер Блейк? 28 ноября 1757 года В Лондоне у обычного лавочника рождается мальчик, уже не первый ребенок в семье В доме царят свободолюбивые нравы и дух познания Родители нередко говорят с детьми на философские темы, а ребенок пропитывается атмосферой познаваемости мира В школу мальчик ходит лишь до 10 лет, получая затем домашнее образование Наряду с Библией, что всю жизнь будет служить Блейку источником вдохновения Юный автор интересуется копированием рисунков и сюжетов греческой мифологии Родители отдают его на уроки живописи, а позже он проходит обучение на гравера И к 21 году представляет из себя профессионального мастера В 1779 году он поступает на шестилетнее обучение в Королевскую Академию Уолт Соммерсет Хаус Тут юный художник бунтует против классических канонов в искусстве и лично президента Академии Джошуа Рейнольдса Подмечая, что стремление все обобщать и классифицировать, так почитаемое Рейнольдсом, есть признак идиотизма Заострение внимания, вот что заслуживает каждая особенность Бунтарский нрав будет проявляться в авторе всю жизнь В юные годы он даже принимает участие в мятеже, известном как бунт лорда Гордона В 1782 году Блейк делает предложение девушке по имени Кэтрин Буше Она малограмотная и даже не умеет писать Впрочем, Блейку удается это исправить и он лично обучает ее чтению, письму и искусству гравюры А Кэтрин всю жизнь будет оказывать мужу значительную поддержку Участвуя в печати его гравюр, а также всячески не давая угасать вдохновению С ней вместе Блейк прожил до конца жизни, имея резвый нрав и прогрессивные взгляды для своего времени Блейк нередко вступал в конфликты с властью и высказывался в защиту прав женщин Вообще можно сказать, что этот человек жил богатой и полноценной жизнью Однако в чем же его примечательность как человека искусства? Блейка прежде всего принято считать как одного из основателей эпохи романтизма Как в живописи, так и в поэзии Да, и все сразу стало понятно Окей, окей Романтизм это такое направление в европейской и американской культуре, которое было на рубеже 18-19 века Оно во многом противопоставляло себя классицизму Романтисты во главу всего ставили эмоциональность, вдохновение, индивидуальность и искренность В то время как классицизм проповедовал рационализм, практику и просвещение Была в этом какая-то механичность Говоря совсем примитивно, романтисты это выпившие гуманитарии А классицисты это технари, которым дали кисти и краски Блейк малоизвестен в постсоветской реалии Несмотря на то, что его издания выходили в переводах даже Самуила Маршака И как художника, и как поэта Блейка можно описать одним словом ВОЗВЫШЕННОСТЬ Это уход от прозаичной реальности, словно ее и не существует Блейк всегда берет самое высокое и самое спелое яблоко В его работах присутствуют библейские и мифологические образы Насыщенность, пафос и величие Уильям Блейк сумел предопределить Многие веяния в искусстве, еще не понятые его современниками У него нет просто красивых картин Любая из его работ несет в себе сакральный смысл Хороший пример – работа мастера Ньютон Тут Блейк затрагивает вопросы рационального разума И несмотря на все уважение, что Уильям испытывал к Исаку Ньютону Изображен ученый скованным, словно замкнут на самом себе и своей работе Он не замечает мира вокруг Эта работа хорошо иллюстрирует мысль автора о том, что рациональность не столь важна на фоне воображения И художник может состояться лишь при опоре на свое понимание мира Необходимо следовать за интуицией и доверять приходящим образом Обратите внимание, Ньютона окружает множество ярких красок Но он сам и его взгляд направлены только на чертежи Ничто вокруг ему не интересно Это узкая целенаправленность и жертвование себя единой цели Отречение от всего вокруг, в том числе и от неосязаемого Вот что было Блейку не по душе По мнению Уильяма, желание разобрать мир на составляющей Все классифицировать и рассортировать по полочкам есть ошибочно Вспомните его конфликт с директором Академии, который так любил рационализм Блейк также говорил, что деятельное зло порою более полезно, чем бездеятельное добро Он отражает эту мысль в гравюре поединок ангелов добра и зла за душу младенца Мне кажется, это неплохая мысль и я хотел бы, чтобы вы над ней подумали Творчество Блейка не только пропитано библейскими и мифологическими мотивами Но, как я уже сказал, само по себе является мифологией Блейк даже, специально для своей мифологии, которая раскрывается в его поэтических произведениях и гравюрах Сотворил собственного ретро-бога То есть бога по мифологическим мотивам, ну, вроде Зевса Этому ветхому бородачу художник дает имя Уризен От слова Ризен, разум Это рефлексирующее божество, творец всего, сомневающийся в необходимости своего творения Уильям Блейк был кореационистом, но у него было странное отношение к роли божества Закон, порядок, мораль и религия им воспринимались как стопор духа Как ограничитель человеческого сознания Однако он все же верил как в разумного создателя мира, так и в необходимость его роли Я же хочу предложить вам взглянуть на этот вопрос с другой стороны И ознакомиться с каналом Упоротый Палеонтолог Где у вас будет возможность с точки зрения науки окунуться в палеонтологическую рациональность Никаких шуток про религию или воинствующего атеизма Тут вам просто и по делу донесут принципы развития жизни на нашей планете А также возможные ее пути преобразования в других мирах Ну а пока ты открываешь канал Упоротый Палеонтолог в соседней вкладке, я продолжу Известная гравюра Уильяма Блейка Ветхие днями Она также более знакома многим из вас под именем Великий Архитектор И сразу возникает много вопросов Кто такой Ветхий днями? Причем тут архитектура? И что за гора, лучи или циркуль? Что вообще в руках этого хипстра-нудиста? Воу-воу-воу, попробуем сперва понять, что мы видим Прежде всего, это центральная фигура на изображении Взгляд падает на бородача Это тот самый Ветхий днями Одно из названий, которое дает богу Ветхий Завет Это творец мира и всего сущего Однако в контексте самой гравюры Блейка Это его мифический бог Уризен Ну, тот, что сотворил мир и сомневается Уризен сидит в золотом кругу Но что это как не солнце? Символ безусловно божественный, однако и весьма зловещий Солнце светит и греет, но порою может обжечь и уничтожить Прямо как суровое древнее божество Уризен окружен темным таинственным пространством Окутан облаками и тем самым дает нам понять, что многое остается за гранью нашей доступности Что интересно, судя по работе Блейка, оно остается в недоступности и для божества Создается впечатление, что Уризен не просто сидит в кругу, а заключен в него А за пределы выходят лишь волосы головы и бороды Темнота тут играет роль мира освобожденного духа И сознания, не замутненного социальными или религиозными нормами Бог, являясь творцом всего этого, разумеется, не может быть в мире чистого сознания Ведь все религиозные нормы — это его воля, а нормы социальные — следствие акта его творения Вот он сам и заключен в круг, словно ограниченным Являясь заложником собственной могущественности Согласно мифологии Блейка, Уризен — ограничитель человеческого разума Благодаря ему наши страдания не бесконечны Но и наши возможности существенно скованы Что мы и видим на изображении лучей, исходящих из рук древнего бога Эти лучи напоминают не то гору, не то циркуль Что и дало второе известное название данной работы Великий Архитектор Ведь бог, словно проектировщик, тщательно отмеряющий нормы бытия Склонился над миром, выверяя, что можно, а что нельзя Он как бы разделяет все сущее на доступное и недоступное Впрочем, название Великий Архитектор уж больно любезное по отношению к Уризену Это не добрый, всемогущий, любящий бог Это жесткий, рефлексирующий тиран Наверное, желающий сделать хорошо, но делающий, как выходит И до конца не уверенный в своем акте Уризен — формалист, исповедующий смирение Он поощряет насилие и формирует чувство вины, присущее каждому Блейк считал Иисуса тем, кто пришел исправить ошибки древнего божества И исцелить человечество от всех багов Эдакий бета-тестер Ну или контроль качества работы Архитектора, как вам угодно Орудие труда Уризена — его циркуль Которому он отмеряет, что можно, а что нельзя Что доступно, а что нет Что плохо и что хорошо Помните Ньютона, скукожившегося в почти что эмбриональной позе И замкнувшегося на своей работе Так вот, по Блейку это следствие работы Циркуля Уризена — результат его жесткого ограничения и стремления к рационализации всего сущего Ввиду недоступности для понимания таинственного мира нерационального и мировоображения Блейк, кстати, многократно имел опыт видений, откуда и черпал свое вдохновение А его жена Кэтрин также обладала подобной способностью Уильям считал, что неважно, откуда мастер черпает свое вдохновение Из воображения, снов или видений Он должен отложить рациональное и прислушиваться к неосязаемому По его мнению, суть творчества максимально приблизится к границам ограничивающего циркуля Уризена Быть может, покинуть их, ну или увидеть, что находится за его пределами Творчество Блейка всегда ходило по грани ереси Для своих современников он был слишком странный и нетривиальный Однако потомки сумели по достоинству оценить автора Блейка Блейк — это и поэт, и гравюр, и мистик Было бы просто нелепо пытаться вместить столь объемную персону в один небольшой ролик в интернете И я думаю, что мы еще вернемся к этой потрясающей личности Ну, как минимум, в контексте противостояния классицизма и романтизма К которому Блейк имеет самое непосредственное отношение Тут же, мне хотелось донести до вас Весьма интересный и крайне прогрессивный для своего времени Взгляд мастера на роль создателя На его характер Это древний, сомневающийся бог Бог-заложник собственной могущественности Существо далеко не идеальное и не вселюбящее Однако действительно пытающееся сделать как лучше Пускай жесткими методами И мне кажется, что примерно так наши древние предки и воспринимали творца Злого и жестокого, не всегда поступающего справедливо, однако знающего свое дело В контексте современных религий, где бог – это всегда существо идеальное, без изъянов Вселюбящее и всепрощающее Такой древний бог выглядит куда более человечно, что ли Пускай это и звучит как тавтология Уильям Блейк не был по достоинству оценен своими современниками Однако его потомки искренне оценили тот вклад, что он принес в искусство И мне кажется, что среди наших коллег, наших друзей, наших родственников Вполне могут быть люди, чьи действия будут оценены только спустя долгие годы Возможно, даже спустя долгие годы после их смерти Чаще присматривайтесь к своим друзьям Быть может, кто-то из них творит что-то великое А вы просто этого не замечаете И помогайте этому развиваться Это важно Надеюсь, эта история была интересной И я настоятельно рекомендую вам подписаться на мой паблик ВКонтакте Где я с упорством и нелепостью древнего божества изучаю мир искусства Там часто публикуются интересные статьи Необычных или знаменательных для культуры явлений А еще мне бы хотелось найти пару модераторов для этого божественного заведения Поэтому, если тебе интересно управлять информационной площадкой о искусстве Напиши мне в личку Ставь лайк этому ролику И скажи мне в комментариях Как ты относишься к рационализации и познаванию мира Важна ли роль воображения и творчества Или цивилизация стоит исключительно на ките под названием наука Подписывайся на этот канал Тут мы часто говорим об искусстве А также проверь канал палеонтолога Если хочешь узнать, как митохондрии стали симбиотической формой жизни Какие виды существовали бок о бок с динозаврами И как генетический код влияет на поведение биологических видов А у меня на этом все Пойду пинать себя к созданию ролика о цензуре Однажды он будет готов Адьос Возвышенность Субтитры создавал DimaTorzok